Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. Дело честь, тем в стране продолжается весенний призыв. И дед, и отец, все как бы служили в пограничных войсках. Сколько новобранцев пополнит армейский строй? Вспыхнуло, как спичка. На Карла Маркса горела хозпостройка. МЧС напоминает, берегите себя и свое имущество, не допускайте неосторожности с огнем. Если пострадавшие. Дух победы. В Бобруйске пройдут соревнования по пляжному волейболу. Произведено благоустройство территории пляжа в санатории имени Ленина. Что в программе? А также здоровая нация, безопасный транспорт и температурные качели. Белорусов ожидают холодные выходные, когда ждать тепла. Успешный вектор экономики. В горосполкоме прошел круглый стол с местными бизнесменами. В фокусе внимания обсуждение законопроекта. Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности. Документ поступил в палату представителей и готовится к первому чтению. Сейчас главная задача – обсудить со всеми заинтересованными возможные проблемные вопросы и выработать пути их решения. Важно, безусловно, отработать на всех уровнях данный законопроект, для того, чтобы в дальнейшем, когда будет принят в палате представителей, утвержден в Совете Республики, в нашей предпринимательской среде, работалось легко и понятно. Законопроект предусматривает планомерный переход от ИПК к юридическим коммерческим организациям малым и средним. Задача – упростить администрирование бизнес-процесса и повысить степень участия в финансировании госрасходов. Из объектов малого предпринимательства исключат микроорганизации, в которых работают менее 15 человек. На господдержку смогут претендовать самозанятые и ремесленники. ЧП произошло накануне днем на Карла Маркса. Огонь мог переброситься на жилые строения. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС пожар оперативно ликвидировали. Пострадали только вещи, которые хранились внутри. МЧС напоминает – берегите себя и свое имущество, не допускайте неосторожности с огнем. В случае пожара звоните в МЧС по телефону 101 и 112. Уже вечером помощь спасателей понадобилась на перекрестке 50 лет в ЛКСМ и Рокоссовского. Дорогу не поделили ВАЗ и Ниссан. Водитель последнего не уступил при повороте налево. В салоне также находились женщина и трехмесячный ребенок. Молоденца госпитализировали. Известно, что его перевозили без автокресла. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Объединенные выборы, холодный циклон и безопасный отдых. Прокуратура и МЧС проверят летние лагеря, что на особом контроле. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля 2024. Это первые объединенные выборы. Отдать свой голос можно будет как за депутатов в парламент, так и в местные советы. ЦИК ведет активную подготовку. Сейчас разрабатываются рекомендации для избирательных комиссий. Рассматриваются вопросы безопасности. До сентября определяют численность и количество округов. В республике снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями и COVID-19. С начала года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95%. Наша страна справилась с пандемией. Более 6,5 миллионов прошли полный курс вакцинации. Среди них более 250 тысяч детей. Белорусы стали чаще проходить техосмотр. Допуск получили 544 тысячи автомобилистов. Это почти на 3% больше аналогичного периода 2022-го. Не исключено, что рост числа желающих своевременно проверить техническое состояние транспорта связан с появлением камер, которые фиксируют отсутствие ТО в режиме реального времени. Прокуратура и МЧС проверят детские летние лагеря. Особое внимание вопросу укомплектованности подготовленными кадрами, условиям проживания, организации воспитательного и образовательного процессов, проведению патриотических, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. Также на контроле развлекательные центры и парки аттракционов. Майские праздники не порадуют белорусов теплой погодой. Температура воздуха не превысит 14 градусов. Ожидаются дожди. Местами возможен мокрый снег. В ночные часы заморозки до минус трех. В субботу и воскресенье станет еще прохладней. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в понедельник. Столбик термометра поднимется до плюс 17. Школьный курс почти пройден. До централизованного экзамена остается всего полторы недели. Русский или белорусский на выбор школьники сдадут 14 мая. 21 числа еще один предмет на усмотрение учащегося. В списке физика, математика, химия, биология, иностранный язык, всемирная и история Беларуси, география или общество ведения. Пункты проведения в Бобруйске, аграрно-экономический и автотранспортный колледжи. Выпускникам необходимо при себе иметь пропуск, паспорт, черную гелевую ручку или капиллярную. Начало централизованного экзамена в 11.00. Желательно прибыть в пункт проведения централизованного экзамена за 60 минут. Главная особенность централизованного экзамена – результаты оформят в виде сертификата, как и в ЦТМ. Срок действия также два года. Оценку выставят по стубальной шкале, а затем переведут в 10, разработанную Министерством образования. Зачисление ВОЗа будет проходить на основе двух ЦМ, плюс одного ЦТ и среднего балла аттестата. В руках сила, а в сердце мужество. В Беларуси продолжается весенний призыв. Отправка продлится по 5 мая. Армейский строй в этом году пополнит 10 тысяч новобранцев. В начале солдаты пройдут курс молодого бойца, а в конце мая присягнут на верность Родине. Продолжит тему Елизавета Липеева. На плацу 83-го инженерно-аэродромного полка торжественные проводы тех, кто увольняется в запас. 53 человека покидают расположение, которое стало для них родным. Звучат слова благодарности, грамотам и памятным подаркам нет числа. Личный состав проходит маршем перед строем. Каждый мужчина должен пройти это и испытать это на себе. Так словами это не понять и не описать никак. Тут нужно прям прожить и прочувствовать это, и закалиться этим. Пока одни принимают поздравления с окончанием службы, другие только готовятся пополнить армейские ряды. В самый волнительный момент рядом с новобранцами родные и близкие. Отцы и дедушки дают советы, мамы и бабушки крепко обнимают. Друзья подбадривают, девушки плачут. Мы комплектуем Витебскую область, комплектуем Могилевскую область, Минскую область, комплектуем Гродненскую область. Поэтому практически вся республика охвачена нашими парнями. Проверка пройдена. В руках сумка с необходимыми вещами. В глазах боевой настрой. Антон Малахов в предвкушении начала нового этапа жизни. Для него служба – дело чести и часть семейной истории. Школу мужества парень будет проходить в форме пограничника. Эмоции только положительные. Всегда хотел и дед, и отец. Все служили в пограничных войсках. И такой у нас небольшой род. Отправка в органы пограничной службы, МВД, внутренние войска и вооруженные силы продлится по 5 мая. Уже 20 числа пройдет церемония принятия военной присяги. Всего же армейский строй пополнит 10 тысяч новобранцев со всей страны. Елизавета Липеева, Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. В здоровом теле – здоровый дух. В Бобруйске пройдут соревнования по пляжному волейболу. Спортивные баталии развернутся на площадке санатория имени Ленина. Праздник спорта посвящен 78-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной. Силами померяются 46 команд со всей Беларуси. Бобруйск представит ТДИА, ТАИМ и Бобруйска Громаш – организатор соревнований, завод тракторных деталей и агрегатов. Для проведения спортивных соревнований предприятием была проведена большая подготовительная работа. Так, на спортивной площадке была произведена замена зрительских трибун, судейских скамьей и вышек. Обновлена спортивная волейбольная площадка. И произведено благоустройство территории пляжа санатория имени Ленина. Соревнования по пляжному волейболу стартуют в пятницу в 10 утра. Завершатся в воскресенье в 17.00. Гостей спортивного праздника ждет насыщенная программа с участием аниматоров и ростовых кукол. Будет организована работа торговых площадок. Вход свободный. Сразу после нас с сиреном. Моя коллега Кристина Рян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»